Роскошный конференц-зал открыт для видавших виды заграничных делегатов. Это они расскажут про умные города. Казахская сторона в лице столичного градоначальника и заместителя главы администрации президента. Иностранцы демонстрируют слайды, говорят с толком, чувством, расстановкой. То есть нам надо решать такие проблемы, как охрана окружающей среды, стареющее население, сокращение населения, потому что действительно демографическая цифра тоже падает. У нас проблемы сокращения населения и сокращения рынка внутри и так дальше. Ответная речь мэра Астаны и Маголита Смагомбетова о том, что близится эра светлых годов. Через четыре года заезжий гость экспо удивится интеллектуальной транспортной системе. Астанчане станут добираться до любой точки не за час, как сегодня, а за 20 минут. Система безопасности, а это сотни камер и умных светофоров, позволит, по словам Акима, повысить раскрываемость преступлений на 50%. То есть сама преступность, судя по всему, никуда не денется. Хотя и Маголита Смагомбетов обещает поработать над сознанием жителей столицы. Мы хотим, в принципе, изменить общую ситуацию в столице, меняя сознание людей. Что все эти проекты, которые будут реализовываться в ламках Smart City, оно координатно изменило обстановку в столице. Ради решения всех жизненных проблем и задач, которые стоят у костных людей. Пока Аким путешествовал в будущей Астане, на левобережье удалось обнаружить переход на солнечных батареях, энергосберегающие фонари во дворе одного жилого комплекса и пару контейнеров по утилизации ламп и батареек. Вай-фай в столице есть, но только на бульваре Нуржол. Сигнал отличный, работает кое-как. Вот что говорят про планов громадьё жители и гости столицы. Столица строится, но для простых людей недоступна. И здесь нет никакой справедливости. Левый берег очень отличается от правого. Я знаю правый берег. И там, конечно, не очень красиво, что делают фасад. А именно внутри дома они такие обшарпанные. И очень красиво, эстетично смотрятся. Сейчас, может быть, не самый подходящий фон для этого. Потому что с учётом финансового кризиса у нас, наверное, тоже всё-таки есть кризис какой-то. Я думаю, может быть, по времени не совсем подходящий. Вводить такие нужды. Тут сразу становится очевидным, что городское начальство ещё не успело как следует поработать над геологическим воспитанием и сознанием жителей Смарт-Астаны.